Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Лето, солнце, жара. Погода продолжает проверять белорусов на прочность. Избегать экстремально жарких температур. Как не получить тепловой удар? Последняя остановка. В Бавруйском районе сгорел металлический вагончик. Работники МЧС ликвидировали данное возгорание. Есть ли пострадавшие? Прикоснуться к религии в Туголице работает церковно-исторический музей. Как в 19-20 веке дворяне, мещане, крестьяне воспринимали православие? Что там можно увидеть? А также армии 20-21, больше рейсов и встреча двух лидеров. Александр Лукашенко провел переговоры с Владимиром Путиным. Что обсудили? Ночной зарево в деревне Околица Бавруйского района случился пожар. Сообщение на номер 112 поступило в 23.13 11 июля. В пламя заметили местные жители. Горел металлический вагончик с пристроенным навесом для дров. Рядом никого не было. Работники МЧС ликвидировали данное возгорание, исключив возможность загорания соседних хозпостроек. В результате ЧП уничтожено кровля на вес и имущество. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Жаркая тема. Это лето дарит нам настоящую знойную погоду. Практически каждый день за 30, а также солнце. Многие не выдерживают, обращаются за медпомощью из-за теплового удара. Как спасаются люди и что советуют врачи, расскажет Карина Гуревич. От летнего зноя в Беларуси не спрятаться, не скрыться. У медиков горячая пора. Едва ли не каждый день пациенты с тепловыми травмами. Только с конца июня таких 200 человек. Каждому четвертому потребовалась госпитализация. Повышенная температура, учащенный пульс, головокружение и тошнота, жару – обычное дело. Больше страдают взрослые. Дети встречаются с врачами вдвое реже. Правило номер один, которое необходимо соблюдать – это избегать экстремально жарких температур. Это касается дневного времени суток, особенно с 11 часов до 5 часов дня. Необходимо брать воду с собой, отправляясь на прогулку, и выпивать не меньше полтора литров воды в день. Пить лучше маленькими глоточками. А уж то, что не нужно пить, так это точно алкоголь. К нему относятся и холодное пиво, газированные сладкие напитки также не помогут утолить жажду. Правильный рацион питания – тоже хорошее средство, чтобы легче переносить жару. Выбирайте легкие блюда – салаты из овощей и фруктов. Исключите острую и жирную еду. Хозяйкам стоит помнить – готовить – это энергозатратное занятие. Поэтому ей стоит заниматься утром или уже ближе к вечеру. На дачу я днем не выхожу, а приезжаю в город, надо делать все свои вопросы, проблемы решать, поэтому выхожу. Ну а на даче как справляетесь, спасаетесь как? С 12 до 7 дома нахожусь в деревянном доме. Скажите, а как вы с жарой справляетесь в такую погоду? Коктейль молочный пью. Здравствуйте. Но вообще знаете, что в жару нельзя выходить на улицу? Все правила соблюдаете? Ну конечно. Загорать хожу с утра до 12. После 12 домой. Выходя на прогулку, отдайте предпочтение светлой одежде из натуральных тканей и открытой обуви. Про головной убор тоже забывать не стоит. Не лишним станет и солнцезащитный крем. Экстремальная жара. 36 градусов тепла продлится как минимум до выходных. Завтра по стране ожидаются ливни, град и усиление ветра. Максимальная скорость 20 метров в секунду. Комфортный плюс 25 стоит ждать лишь со следующей недели. Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям следить за своим самочувствием и по возможности отказаться от дальних поездок. Лучше воспользоваться общественным транспортом. При высокой температуре воздуха водители быстрее утомляются. Их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. То же самое касаемо и транспортных средств. Не только к зимнему сезону, но и к летнему. Автомобиль нужно подготовить. Нужно проверить наличие охлаждающей жидкости в бачке. Все дороги сейчас ведут на пляж. Хочется быть поближе к воде. В Бобруйске, напомним, их четыре. Центральный в шестом микрорайоне, санаторий Шинник и имени Ленина. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха. Да, на песочке полежать можно, а вот поплавать с этим нужно повременить. С 28 июня в городе введен запрет на купание во всех реках и водоемах. Виновата найденная кишечная палочка. Специалисты обращают внимание. Бактерии этой группы могут стать причиной вспышек различных инфекций. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 586 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 429 181 человек. В Беларуси для регистрации иностранцев на вакцинацию создали интернет-платформу vaccination.by. Пациенту надо только указать гражданство и ввести паспортные данные, а после получить электронное подтверждение с датой, временем и местом проведения. Использовать будут российский спутник ВИИ. Напомним, для жителей других стран, которые хотят привиться на территории нашей республики, с 15 июля 2021 по 31 декабря 2022 установлен безвизовый порядок въезда, временного пребывания и выезда. В итоге в Бобруйске больше рейсов и фестиваль в Витебске. Завтра стартует Славянский базар. Сколько конкурсантов? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Переговоры прошли в Санкт-Петербурге. Белорусский лидер подчеркнул о необходимости уделять приоритетное внимание вопросам безопасности двух стран. Ситуация в мире меняется очень стремительно. События требуют анализа и своевременной реакции, в том числе на высшем уровне. В свою очередь российский президент отметил, что наша страна исполняет все финансовые обязательства, несмотря на санкционное давление Запада. В непростых условиях обеспечена стабильная работа экономики. Белавиа расширяет географию полетов. Так уже увеличили частоту рейсов в Стамбул, Тбилиси и Батуми, а также количество чартеров в Египет и Турцию. Прорабатывается вопрос с Казахстаном. Чтобы обеспечить потребности людей, активно привлекаются иностранные авиаперевозчики. Работа ведется с Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Азербайджаном, Катаром. В ближайшее время ожидается открытие регулярных маршрутов кыргызской компании «Бишкек-Минск-Бишкек». Белорусские команды активно готовятся к армейским международным играм. Они пройдут с 22 августа по 4 сентября. Так на полигоне в Брестской области перед конкурсом «Суворовский натиск» свои навыки шлифуют мотострелки. На учебной площадке создана специализированная трасса, рассчитанная под многотонную технику, позволяющая развивать максимальные скорости и при этом уверенно маневрировать. Напомним, сборная вооруженных сил примет участие в 27 из 34 конкурсов, 3 из которых пройдут у нас в стране. Полярная звезда, снайперский рубеж, уверенный прием. Уже завтра, 14 июля, стартует славянский базар в Витебске. В конкурсе посоревнуются представители 16 стран. Причем такое количество участников как среди детей, так и взрослых. Оргкомитет фестиваля обеспечил беспрепятственный въезд в Беларусь. Первые делегации из Словакии, Кобы, Боснии, Герцеговины, Казахстана уже накануне сошли с трапов самолета в Национальном аэропорту Минск. Завтра в 9 утра все вокалисты встретятся на репетиционной базе президентского оркестра Беларуси. Интрига юбилейного состязания разрешится уже в воскресенье. В Бавруйске пройдет культурно-спортивный фестиваль в итоге с 15 по 17 июля. Горожан ждет насыщенная программа. Каждый желающий может принять участие в соревнованиях и спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. В завершении всех ждет вечерний галоконцерт с участием групп «Джаз Сити Бэнд», «Бай Сити», «Дрозды», арт-группы «Беларусы» и других исполнителей. Православное наследие. В Туголице при церкви работает музей, в котором собрана история нескольких столетий. Кресты 15-16 веков, рукописные старинные книги и фрагменты старообряческих рукописей. Страница из Евангелия на глаголице и кириллице, только малая часть экспонатов. Почему сюда едут сотни людей, узнала Ольга Васенда. Поселок Туголица – храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Здесь работает церковно-исторический музей. За первый год своего существования его посетили почти 500 человек. Предметы быта, музыкальные инструменты, старинные книги и фотографии, уникальные иконы, и это только малая часть экспонатов. Пробуем показать, именно как в 19-20 веке дворяне, мещане, крестьяне воспринимали православие. И сейчас такое же отношение к религии возвращается и в нашу жизнь. Один из самых ценных экземпляров – богослужебная книга «Триудь цветная». Дата издания – 1750. Прежде чем попасть в музей, ей пришлось пережить не одну попытку уничтожения. Впереди реставрация, как и у пяти новых икон, которые уникальны для Беларуси. К слову, настоятель храма, отец Федор, многие экспонаты доводит до ума сам. С детства я собирал монеты, увлекался нумизматикой, историей. Мне это было очень интересно. И вот со временем возникло желание открыть музей. Так как какие-то экспонаты уже появлялись, книги в основном приносили, их просто отдавали нам. И я занимался реставрацией. Музей работает семь дней в неделю. По будням нужно предварительно записаться. В конце июля здесь появится новая выставка «Бумажные деньги» из двухсот стран мира. Ольга Васинда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»